Тренировочный круг длиной 350 метров, две обустроенные левады для выгула коней площадью 20 и 40 метров. В таких условиях с февраля месяца этого года живут полицейские лошади, которые до этого времени находились на территории Саратовского ипподрома. Экскурсию по новой конюшне проводит начальник городской полиции Андрей Чапурной. Вот это помещение конюшни, в котором располагаются, содержатся лошади. Само помещение очень добротное, стены толстые, которые обеспечивают тепло. В зимнее время содержание лошадей температура где-то составляет 8-9 градусов. Выведено водоснабжение, непосредственно сюда отлив, слив воды. Расположена вся документация, которая необходима. Это сертификаты соответствия качества кормов, наши ведомственные инструкции по уходу за лошадьми. Год назад общественность возмутили снимки истощенных лошадей в конюшне на ипподроме. Разразился скандал. В результате погибло две служебные лошади по кличке Торнадо и Зарок. Тогда в управлении это списали на возраст и болезнь лошадей. Сейчас на новой конюшне 10 лошадей. Самый старый 21 год, а самый молодой 10 лет. По словам полковника Андрея Чапурнова, сейчас на базе полка созданы все необходимые условия для содержания животных. Если отмотать события год назад, что было на этой территории, что удалось нам сделать, могу сказать, что это была заброшенная территория. Провели мы ремонт в кратчайшие сроки. Заезд животных лошадей был произведен в середине декабря месяца. Но по содержанию в зимний период времени можно сказать, что очень комфортные условия, идеальные для содержания животных. Температура, как требует наставление, составляет 8-9 градусов. Влажность соответствует норме. В помещении конюшни выстроены денники. Это денник, место, где содержится лошадь. Размеры все соответствуют наставлению по ведению и разведению лошадей. В состав подразделения кавалеристского входит ветеринар. Для более качественного контроля за ветеринарным состоянием, оказанием практической помощи, методической помощи у нас заключено соглашение с аграрным университетом. Здесь представитель присутствует аграрного университета, который непосредственно, ну фактически можно сказать, ежедневно взаимодействует с сотрудниками кавалеристского подразделения. Для лошадей самое главное – это сбалансированное питание, то бишь, чтобы оно было полноценное. Не там не один раз в день покормить, а как, скажем так, люди три раза в день кушают, и лошади тоже должны три раза в день кушать. И точно так же физические нагрузки. Если лошадь долго стоит, соответственно, у нее идет осложнение на суставы, на ноги и на все остальное спина. Если лошадь подвижна, а так как они в основном всю свою жизнь на ногах, им нужны большие физические нагрузки. Поэтому залог для здоровья лошадей – это еда правильная, сбалансированная, физические нагрузки. Ну и, конечно, с меня, со стороны фельдшера, их здоровье, правильно их вакцинировать вовремя, гристогонить, скажем так, и обрабатывать всех мыслимых и немыслимых насекомых, чтобы они им не принесли вреда. Здесь подключили видеонаблюдение. Во всей конюшне и на прилегающей территории приведено освещение. Обустроено место для запаривания овса и подкормки служебным лошадям. Оборудовано место для хранения навоза и два хозблока для хранения опилок. А еще на территории полка есть зернохранилище вместимостью 30 тонн и сеновал. Планируем весной высадить люцерну, овес, как положено, в качестве лакомства, прикормки кормовой для лошадей. Вот это вот, видите вы, тренировочный круг, на котором отрабатывают лошадей. Длина этого круга 350 метров, что позволяет с нагрузкой производить тренировку лошадей уже. Весной этого года в зоне для выгула коней сотрудники городского полка ППС высадили 28 яблонь. В ходе экскурсии на территории выгула было высажено еще 8 яблонь и 22 березы.